здравствуйте на канале и тонн тв программа разбор полетов сегодня веду я михаил горин со мной в студии мои коллеги журналисты павел маргулян здравствуйте и мар горин здравствуйте в израиле где 9 апреля прошли досрочные выборы начато формирование коалиции идут коллекционные переговоры масса утечек информации по этому поводу насколько достоверно не знает никто каждая из сторон заявляет что эта информация на самом деле фейковая что ей верить нельзя хотя многие считают что чем больше партии заявляет о том что верить информации нельзя это верно что надо верить именно этой информации вот начнем с такого фейка как утверждает одна из сторон замешана в этой истории с такой информации которая просочилась якобы по со стороны ликуда о том что партия и нды наш дом израиль во главе с рактором ребенок собирается влиться мощные ряды под ныне правящий партии ликуд партия и естественно тут же опровергла сказала что это утечка организована специально чтобы подорвать ее авторитет и так далее и тому подобное насколько достоверный вам кажется подобная информация информация о том что который пришла из никуда или информация о том как она обе информации могу сказать сразу в одной фразе на мой взгляд сказано и насколько я вообще знаю обстановку в этой ситуации то что сказано нды абсолютно соответствует действий нет все заряжены то что ликуд хочет повлиять таким образом а рассматривает информацию лику якобы со ссылкой на ликуд которая опубликовалась о том что индей ведет переговоры о вхождении в ликуд вы считаете недостоверны на сегодняшний день ясно павел значит я смотрю на так ситуацию с такой точки зрения а виктор либерман пожалуй в нынешней политике после натаньягу у него наибольшее количество политических баллов согласно тем постам которые он занимал на своей политической карьере и министр обороны и министр страны дел и инфраструктуры и кем-то и лидер партии и так далее да и он глава комиссии по внешней разве по иностранным транспорта да и он сидя на кухне со своей супругой или может быть один говорит и вполне оправданно что он потенциально может быть премьер-министром этой страны у него есть одна проблема у меня есть нет нет партии на гребне которую он мог бы претендовать на этот пост потому что нды и была не очень хорошее положение на этих выборах и она помню что половина опросов вообще показывали что она не пройдет электоральный барьер и показывали пять мандатов в основном даже полгода уже были фейки все что я видел опросы в которых был период когда нды и не проходила электоральный барьер и так далее и несмотря на это они смогли мобилизовать своего избирателя и так сказать успешно пройти электоральный барьер значит ли берман как честолюбивый человек как и любой политик значит смотрит максимально высоко в своей политической карьере у него нет другого выхода чтобы добиться этого поста кроме как влиться в ликут ни в одной другой политической организации у него нету шансов бороться за лидерство потому что все политики которые сегодня участвуют нашей политической системе несмотря на то что пишут пресса правая или левая смотрят какова будет судьба дальнейшая бениамин натаньягу дастся ли ему преодолеть сопротивление скажем так судебной системы юридической и уйти от уголовных дел или не удастся и тогда год-два он может выпасть из политической карты и начнется борьба за его место либерман наверняка хотел бы не участвовать в такой борьбе за 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 первое место за лидерство конечно внутри партии ликут понятно хорошо тогда пойдем дальше основные противоречия как утверждают политологи и эксперты которые оценивают этот процесс я имею ввиду формирование коалиции считают что унтиньягу есть практически неразрешимая задача совместить между собой религиозные партии которые обладают пакетом в 16 мандатов и партию нды и потому что их требования взаимоисключающие партия нды и требует принятия законного закона о призыве в том виде в котором он был принят пол в первом чтении а религиозная партии категорически против этого возражают хотя опять-таки поверили чечки что они как бы вроде бы могут отступиться чуть-чуть непонятно что насколько разрешима эта задача и насколько на снягу удастся ее решить иначе нам придется как заявляет тот же минимум тот же вендор леврон идти снова на выборы вот как бы если исходить просто из того что говорится задача другой информации нет задача неразрешима значит но общая обстановка там чуть посложнее ну во-первых этих так называемых религиозный блок он на самом деле будет 16 партий потому что к нему практически примыкали я имею ввиду 2 религиозные партии союз правых этих самых союз правых партий правых сил там по-разному называют он уже получил даже на это дело официальное указание одного из отбора это первая ситуация вторая ситуация либерман он как говорится хозяин своего слова и в смысле хотел давать им нельзя он всегда лишь слова и слова и он обязался перед избирателями перед страной что он не отступит ни единой буквы он не позволит избить в законе о а это именно об этом и законе о призыве религиозный сообщество пытается добавить в этот закон фраза о том что он не касается тех кто хочет дальнейшем изучать то выховачивает содержать но есть еще один момент дело в том что в отличие от либерману лицман о котором мы здесь говорим противостояния своему слову не хозяин он умный опытный политик и он бы может быть нашел бы какое-то решение но не хозяйство над ним есть отбор который говорит нет такой закон не может быть я не позволю если он абсолютно будет выполнять волю отбора не может ступить в шагу за пределами поэтому какая ответственность и о чем кого о чем говорят если это не я договориться ну с истеблишментом вокруг отмора чтобы он как бы смягчил позицию если нет либерману я фантазирую я не знаю но есть выход он может остаться вне коалиции поддерживая те законы которые считает нужным и не поддерживая те которые нужными не считает что он предпочит в отличие от решения за ним павел вам также видится эта ситуация или я не думаю что натаньягу согласиться на более чем узкое правительство в которого не будет большинства в которой любой момент могут свалить его объясняю что может быть я сейчас читаю роман бориса кунь на орел и ласточка и остановился на такой сцене когда английский корабль столкнулся в море стремя испанскими кораблями из которых один в два раза больше и пушек у него гораздо больше англичанин в результате маневра уже потопил один испанский корабль и готовится к бою главным с главным кораблем это вот метафора по отношению к тому что будет значит давайте обе стороны заявляли что они не боятся выборов снова если не будет достигнут компромисс теперь давайте посмотрим у кого будет преимущество тут сложный очень вопрос значит кого обвинят в том что они по повели страну условно говоря возьмем этот сценарий на новые выборы значит позиция либермана такова он требует провести закон который уже начал проходить какое-то исчтение он прошел просит его довести до конца значит религиозные партии пользуясь своими 16 мандатами хотят изменить этот закон чтобы вообще так сказать избавить учеников яшив от службы в армии то есть больше обвинений в адрес развала потенциального правительства будет на религиозных партиях наверное их это не волнует их это не волнует потому что у них есть ядро который за них также проголосовавших выборах совершенно верно поэтому я нападето ядро поддержит любое решение поэтому в этой ситуации виновна будет на тени агу как мне кажется и учитывая опыт нашего главы правительства у которого это пятое уже так сказать премьер министерство он мне кажется найдет какой-то выход этой ситуации тем более что я видел сегодня помоле вчера в прессе было вброс информации о том что религиозные партии предлагают какой-то компромисс по этому поводу в нд и сказали что мы ничего об этом даже как с историей нд и все каждый сторон заявляет что это стрельба друг по другу мисс чтобы добавить одну фразу что тот кто учит тору может значит не служить но нет там не совсем так я закончу фразу выстрел по компромиссу информационный говорит о том что все-таки стороны склоняются не к тому чтобы идти на новые выборы чтобы найти этот компромисс и я уверен что они вот в этом треугольнике на тени агу либерман и лицман они его найдут у них нет другого выхода вопрос во сколько это обойдется стране я думаю что это будет компенсировано миллионами миллиардами религиозным партиям мы в этом сценарии уже были хорошо я думаю что если от бога просто объяснять что его любимые люди ну типа они получат все равно свои миллиарды от нет они ягу только понадобится еще какое-то время до него дойдет что он не совсем праве они найдут какое-то ну может быть может быть в любом случае пока что стороны настроены крайне агрессивно крайне что называется уперто утверждают что и они ничего не боятся и терять им нечего хотя по-моему мы как-то говорили здесь же студии с тобой на эту же тему и в общем сошлись во мнении что в результате самым компромиссным решением будет то что будет создано согласительная комиссия которая еще раз пересмотрит этот вопрос которая снова посмотрит эта комиссия будет тянуться еще так лет но в этом это не специализируется в создании комиссии когда решает вопросы год-два пока правительство будет раба это позволит обеим сторонам как бы сохранить лицо это не тот случай но посмотрим ждать осталось недолго если определенный срок когда должна быть создана коалиция правда там президент может еще добавить две недели после этого и скорее всего так и будет потому что по предположениям всех экспертов ягу не хватит отведено моему времени по закону по первому этапу закона чтобы сформироваться лица осталось три недели и плюс еще две то есть начало июня все должно решиться да тем более что у него есть еще проблемы с другими партиями не может быть менее ярко выражены но там тоже проблем хватает коллеги большое спасибо за это обсуждение на этом все напомню что со мной студии были павел маргулян и маргорин всего доброго